X-Factor в Гомеле. Сегодня в областном центре проходил первый день продкастингу популярного во всем свете шоу-талентов. На початку года Белтеля Радокампания стала правоуладальником проекта. Из всяковика творчая команда медиахолдингу отправилась в побойных городах краины в пошуку тех самых – яскравых, выполненных в своих силах и вокальных датинах. Гомель примав шановных гостей третьим полику. Членам журы уже было с кем порауновать, однако все ж сюрпризов чекали все. Театры малося у нас девять ведая Евгения Кухаронак. Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой. Не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам. Значит, ты не видал лучший город земли. Они начались бираться у громадского культурного центра за две години до початку продкастингу. Необходно было зарегистрироваться, заполнить анкету, отримать особисти номер и почекать. Однако творчие люди за все дизнают, с чем заняться. Распевание, новые знайомства, говорки об хвалявании. С детства мечтала петь на сцене большой. Есть страх, конечно, но со временем это должно пройти, я думаю. Любитель, хотелось бы, так сказать, просто много кто критикует. Хотелось бы, чтобы чему-то наконец-то уже научили. Всем участникам желаю удачи и я желаю счастья вам. Продкастинг почался ровно о полдне. На той момент регистрацию пройшло крыху больше за 60 человек. И первым на сцену изнялся гамельчанин Александр Ветров. Ему 54 и, как стверждает сам фокалист, он бременский музыкант. С детства, когда только начал, это, не знаю, годика, 3-4 было. Это меня научили балалайку. Вот до сих пор она в жизни со мной. Самая первая моя частушка, самая первая песня и самое первое, что меня в детстве похвалили. Будет петь. Жири приятная, уважительная. По глазам почитал, что они не так, что злые. Иначе и не могло быть, бо у Гомель приехала самая очаровная журы. У кулуарах их назвали добрыми фиями. У складе выканавчий продюсер проекта «Х-фактор» Вольга Шлягер. Керавник программы «Добрая ранница Беларусь» Алена Воляк. Телеведучая и актриса Светлана Баровская. А так само композитор и спевачка Нина Богданова. Прихожу неповажно, размавляли с удельниками про ткастингу. Просились петь песню в иншем жанре, взять певные ноты, расповести нечто незвычайное об себе. И они шукали рызинку у кожным. А, как оказалось, необходимо было увесь свой талент показать с первых кроков по сцене. Тому вось порада всем будущим удельникам про ткастингу. Берите на увагу. У вас должно быть 20 песен с песнями, плясками, париками, шарфиками, цветочками в зубах, веточками на голове. Я не знаю, что. Но просто мы должны... Ой, что это? Сначала, потом, боже, посмотри. То есть я хочу, чтобы я не могла вас остановить так, это интересно. Вы ведь ничем не рискуете, попадете, не попадете. Ну так повеселитесь, сделайте так, чтобы мы вышли и сказали, ну ты помнишь тот 615? Это же вообще забыть нельзя. Вот я хочу не смочь вас забыть. Я вам очень этого желаю. А уж как вы достигнете, пробуйте. Я сам не свой, мой взгляд потерян. Я с головой в песчинках времени упал на дно. И метроном считает в тишине. А вы можете резко переходить на других героев? Пока все ждут прихода истины, святая ложь, звучит вся искренний, не прячен взгляд. Я не смогу лететь. На самом речи на продкастах пришло не так шмат вокалистов, которые сегодня выступают на профессийном узровне и этим зарабляют. Были инженер, техник, оператор совести, программист, хореограф, слесар. Некто пришел, чтобы его на телеэкране увидели дети и родные. Была их история кохания. Юнак своим выступлением признался о почутях до девчины. И она, по словам хлопца, ни об чем не ведает. Привет, лови мою боль по любви, мою боль по любви. Прочитай и порви и привет тыкай, а я снова в бегах. В нелюбимых руках просто прячу свой страх. Завтра продкастинг у Гомели протягнется. Регистрация по шнецу у 10-х один ранницы, отбор у 12. Евгений Кухаронак, Валерия Панько, телерадуя компания, Гомель.